Добрый день, уважаемые трейдер-инвесторы. Сегодня 5 декабря, четверг. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по слонным торговым инструментам. Итак, давайте по новостям. Вчера вышли слабейшие новости по баксу, которые наконец вытолкнули многие мажоры со дна морского в легкий тузимун. И, собственно, все теперь ожидают. С одной стороны, нонфармах в эту пятницу, поздравляю для кого это новое. С другой стороны, сегодня в 16.30 будет число первичных заявок на получение пособий по безработице в Соединенных... Ну, как говорят еще в Штатах Америки. В принципе, это все новости. Давайте посмотрим, что можно поторговать на графиках. Итак, начнем мы с котировочек золота, которые вчера классно погуляли, но сбили первую цель по шортам. Да, то есть было обновление здесь. То есть очень любопытно, как золото от шортового слома влетело в первую цель, уперлось в зону лонгового слома. Давайте ее сейчас обозначим вот здесь. Во флетах, в принципе, неплохо работает. Работа между сломами. Но опять инструмент находится наверху и ждет нонфармов. Я думаю, они будут слабые, друзья мои. Слабые, но возможны различные провокации. Значит, что еще раз по золоту? У нас дневочка закрылась. Обратите внимание, хорошим, таким аккуратным пинбарщиком, захватчиком вот этого дня. Из неприятностей для покупателей то, что эта площадка еще пока оставлена. Но хотелось бы, конечно, чтобы с нее купили. Но пока все это идет по нарастающей. Но вчерашний день, друзья мои, у нас дал такую легкую, легкий расширяющийся треугольник. Пока ничего особо не понятно. Ждем новостей по Америке вечером. Ну и напоминаю, что я думаю, основная интрига вот этого флетового узла, она разгрузится именно завтра на нонфармах, а не сегодня. Пара евро-доллар. Пара евро-доллар вчера дала хороший лонговый импульс. После новостей аккурат. То есть, пробой был перед новостями. Сам импульс был после новостей. Сегодня инструмент очередной раз переписал. Уже вчерашний день. Вот торгуется пока по неплохим ценам. Ну вот я за лонги. Давно об этом говорил. Вот. И первая цель по лонговым позициям, если вам удалось вчера зацепиться в рынок, это 1.06.102. Это вот этот уровень образован вершинами 20-х числа ноября. Ну и, собственно, уже в конце ноября подходили к этой зоне. Я думаю, это все вынесут. Ну, если не через перелог вчера, да, то дальше можно опираться на лонговый. В принципе, тот лонговый импульс, который вчера произошел, его можно взять за опору, по большому счету. Вот он есть. Уже сегодня на него был откат. Вот он находится здесь. Ну, может быть, с него будет какой-то стрях. Вот. Но, как бы то ни было, эта трешечка, она должна разгрузиться дальше и дальше наверх. То есть, те, кто работал в трешку, свою забрали. Но нужно было открываться вчера вечером. Из чего еще? Да, в принципе, все здесь. Тут основная интрига – это именно вот эта площадка. Как минимум. Но те, кто хочет поддержать инструмент, напоминаю, что основная цель удержания лонговых позиций по евро-доллару – это вершина 23-го и 24-го года под котировочкой 1.12700. Да, да, да. Пара фунт-доллар. Пара фунт-доллар прекрасно тестила свой лонговый слом. Кидала вчера пин-барщик интересный. Вот на евро его не было. И потихонечку идет. Первая цель для тех, кто зацепился в лонги от лонгового слома – это вершина ноября месяца под уровнем 1.12500. Вот это первая точка фиксации прибылей лонговых. Вторая точка – это вот этот зеркальный естественный уровень поддержки сопротивления. И до него, ну, от текущих – это еще 1000 пунктов. А австралийский доллар показывает, показывает какие-то признаки восстановления после слабейшего ВВП, который вышел вчера. Сломов пока лонговых нет. Да, он потихонечку восстанавливается. Очень рыхлый инструмент. Да, хочется его купить. Да, он стоит дешево. Он давно стоит дешево, напоминаю. Вот, но кому он должен, можете прокатиться хотя бы по ноябрьским хаям, по корреляции там с евриком, с фунтом, потому что все эти инструменты объединяет американский доллар. Либо доллар укрепляется, либо слабеет, и все, все они идут за ним. Что здесь на часе можно придумать для себя, для лонговых? В принципе, сейчас инструмент стоит в зоне возможного лонгового слома, потому что лонгового импульса нет. Но если дадут инициативу неплохую, катят хотя бы сюда, вот, и уже появляется интересная конструкция, которую можно отработать в волновом режиме, вот таким нехитрым способом. То есть у нас был уровень, он упал, рынок подфлетел. Если дадут импульс, вкатят, можно покупать. Если будет болтаться внизу, никаких покупок нет. Доллар-канадец. Доллар-канадец. Очень тяжело доллар-канадцу приходится после того, как Трамп заявил там о 20-процентных, 5-процентных пошлинах. Это вот этот, собственно, импульс. Инструмент потихонечку пошел от шартового слома, который я чертил. Очень тяжело он разворачивается. Может еще, конечно, бахнуть. Надо смотреть, что за дикий флэт. Сегодня по канадскому доллару будут новости, но они все слабенькие. То есть красные новости. Это важное. Может быть на неделе. Так, что у нас следующий день и все, да? У нас уже конец недели. Давайте. Так. Что тут обновить, не обновить? Как это работает? На завтра. Так, ВВП-шки. Под долларом. Так. Это все. Давайте. Внимательно посмотрим, будет что-нибудь по Канаде или нет. В пятницу. Это все новости слабые. Меня интересуют красные. Красных новостей я пока не вижу. По доллару. По канадскому доллару новости будет 16.30, но они все ни о чем. Очень странная наторговка на хаях по доллар-канадцу. Но это, конечно, не самый техничный парень. Слава богу, что он, в принципе, оттестил этот слом. И я считаю, что он должен подрухнуть слегка. Потому что он самый недопроданный. То есть все уже еврик уже. Ну, опять же, если перевернуть инструмент, да? Там доллар-франк, он коррелирует там с евро-долларом. Доллар-канадец с евро-долларом, но обратная корреляция. То есть там еврик на лоях, фунт на лоях, соответственно, доллар-канадец на хаях. Но те уже инструменты подросли там около соточки. А этот стоит как вкопанный. Я думаю, ему не дают вот эти пошлины подрухнуть. Но с точки зрения инструмента, который самый перекупленный, именно доллар-канадец, да. Ну, в принципе, два сырьевика. Вот австралиец на лоях, сырьевик. Но здесь доллар находится в качестве котируемой валюты. И доллар-канадец здесь в качестве базовой. То есть они обратные. То есть сырьевики все в печали на самом деле. Но я надеюсь, что нонки это все разрулят. Как минимум вчерашние новости уже вышли красные. Если нонки добьют краснухой, то это будет просто разворот трендов. Доллар-иена. Доллар-иена, обратите внимание, практически отлетел от небольшого шортового сломчика. Сейчас упал в лонговый. И кто работает между сломами, здесь может заработать. В принципе, кроме этой точки, которую я давал вчера, вторая точка находится выше для продаж. Возможно, она будет теститься. Возможно, нет. Но других точек нет. Поэтому здесь как-то так. Напоминаю, что здесь тоже большая недельная идея на понижение. Что касается нефти, друзья мои. Нефть пошла. Я вчера давал торговую идею на падение котировочек нефти от шортового слома. Идеальный. Просто пипс в пипс отработало. Обвалилась просто мрачно. Я надеюсь, что падение продолжится. Может, это только начало. Начало. Но вчера уже сколько? Ну, 2 бакса как с куста отлетело. От 70 до 68. После корректусика можно будет шортить. Если будет вкатывать зона для продаж, находится вот здесь. Новая, естественно. Покупочки могут отлететь отсюда. Легкие коррекции. Можно пощипать. Под захеджить свои шорты. Биткоин, друзья мои, стоит уже 102 тысячи престарелых американских президентов. Это немало, немало. Ну, это произошло. Это произошло. Это произошло от, естественно, от лонгового слома. Вот. Те, кто покупал от него, ну, примерно сколько? Ну, где-то 3 к одному здесь можно было забрать. Лома рулят. Кстати, запишу новый мастер-класс. По ним, я думаю, будет интересно. Так, что касается индексов. Индексы мне интересуют только американские. И S&P 500 и NASDAQ все на хаях. Если выйдет, что слабые данные по безработице, бакс еще просядет и индекса уйдут в ту зиму. Мы пока их провожаем, потому что у нас нет точек заходов. Что касается газика. Газик меня интересует больше всего. Вот. Нефть падает. Да. Но площадка оставлена. 3,633. Чем глубже вкатит, желательно на зону лонгового слома, тем лучше. Для лонгов, если вы хотите их набирать. Начало месяца для газа самое время. Что касается доллар-франка. Доллар-франк вчера дал 2 хороших вот таких шартовых импульса. Надеюсь, что это только начало на пути гигантского падения. Этого инструмента, который я прогнозирую в ближайшее время. В этом году уже нельзя говорить, потому что тут осталось не так уж и много. Каких-то 3 недели. Но я хочу увидеть вот такое движение, которое может принести вам минимум 5000 пунктов. Переходим к канадцу франку. Начиная с канадца франка и дальше меня интересует сеточный метод торговли, где мы работаем от границы больших диапазонов, когда инструмент туда дойдет. Инструмент пока вне зоны, поэтому мы смотрим канадец иену. Надублирует доллар иена. Пока ничего здесь интересного нет. Ауди-кат подваливает вниз. Меня интересуют границы вот этого диапазона. Между ними 5000 пунктов. Инструмент короткоходный. Можно работать от краев, но пока еще инструмент сюда не дошел. Новозеландец франк пока болтается в легком флете. Меня интересуют его границы. Захода сюда нет. Ауди-кат подваливает. Я хочу продать выше. Сеточку накинуть здесь, пока у нас нет сигналов. Еврокат. Еврокат. Здесь идея на самом деле не сеточная. Пока здесь идея односторонняя. Я считаю, что инструмент должен подрасти существенно. Я включаю дневной таймфрейм и показываю вам сценарий, который меня интересует. Это удар в площадку, которая называется 1.51759. Она была оставлена добродушными, естественно, маркетмейкерами. Специально для вас, чтобы вы здесь могли зайти. Значит, что по сетапчикам. Сетапчик на заход. Очень странно, что здесь оставлена площадка. Не была выбита. В идеале бы, конечно, купить здесь, а лучше пониже. Но инструмент такой, что может улететь и не спрашивать. Поэтому хотелось бы увидеть хороших ценников, но их пока нет. Еврофранк. Жестко дает на лоя. Я думаю, перепишет еще лоя текущего года. И здесь можно будет набрать сетку лимитных покупок, пока инструмент не дошел. Евроауди стоит внутри диапазона. Меня интересуют его границы. Ждем, когда он их достигнет. Давайте посмотрим ответы на вопросы под вчерашним видео. Поехали. Итак, почти 700 просмотров. Вопросы, вопросы, где вопросы? Четыре комментария. Спасибо, благодарю. Хватит путать народ. Путать. Путана, путана, путана. Бладкая песня, классная. Точная бабочка. Ну, кто же виноват? Путана. Рекламы Форексов заманчиво горят. Так, ладно. Комментариев немного. Давайте посмотрим, что у нас под видео. Напоминаю, друзья мои, что под каждым видео с моим участием есть масса полезной информации. Есть свеженькие домены Инстафорекс. Почта для связи, которую я не читаю. Есть тайм-коды, с помощью которых вы можете путешествовать по моим валютным фантазиям. Ссылки на Яндекс Дезена с моей видеоаналитикой. Шикарный телеграм-чат по трейдингу, где у нас ребята общаются. Есть очень любопытные трейдеры, предлагают свои торговые стратегии, тестируют их в тестерах, симуляторах. Ну, в общем, классно. Мне нравится этот чат. Это мое детище. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok